И не только российским, и здесь люди, которые покупают. А так, люди не знают, что мы начали разговор, запись пошла. Людмила Николаевна Алексеевна, наш человек в Финляндии. Спасибо, что русский язык не забыли. Спасибо, Людмила Николаевна. Вот, смотрите, что получается. Когда был разговор, вначале меня шокировало, что финны немножко технологии у нас превосходят. Не меня лично, а именно дебильную российскую действительность. Кстати, запись идёт. Как вы сказали, я рассказывал вам, и вы видели много уже моих материалов. Вот, калечение деревьев стало религией. Вот, религии. Причём её придумали люди неадекватные. Нет, адекватные в том плане, что им надо зарабатывать на длинных-длинных рассказах, статьях. Вот, снова рассказах, снова это. А в саду практически ничего делать не надо, и они всё это выдумали. В том числе бесконечная спиртельная обрезка. И вдруг вы, Людмила Николаевна, говорите, а финны не режут. Мне это как серпом по сердцу, представляете? Думаю, на ёлке-палке, да что ж такое? А финны не режут. У них деревня нескалечная. С этого началось наше общение, вспомните? Да, совершенно верно, да, с этого. Тогда такая прям была. Всё-таки началось ещё раньше. Итак, вы знакомились с моими материалами. В какой-то момент я был в шоке, вы взяли, вот первая фотография номер 1. На ней изображена распечатанная, распотрошённая посылка, которую вы получили в Кринляндии. Мы боялись, что она будет крайне дорогая. Вспомните, пересылка, пересылка. Оказалось, рублей 400 дешевле намного, чем Украину, Белоруссию и даже Казахстан. Что меня шокировало. Значит, получается, мы в Финляндии нам роднее для почты. Это один момент. Теперь второй момент. Значит, получается так, задело меня, конечно. Финны деревья не калечат, а мы до этого. А это не просто, это наша жадность, жадность так называемых учителей. Так, и вот в какой-то момент, смотрите, я пролистываю ваши фотографии. Вот, вижу вашу усидчивость, вашу какую-то, как это назвать, так, такую. Когда вы всё записываете, у вас всё по пультикам, мне это тоже очень понравилось. Это совершенно не русская черта, хоть у вас фамилия русская. Вот, Алексеева. Так, потом я вас пожарил, потому что семечки садили так близко друг к другу, что потом, не дай бог, а вдруг зайдут. Тогда что вы будете делать? Вот. Дальше, значит, вы мне показали, что у вас всё-таки какое-то яблочко растёт. Вот, написано, Антоновка покраснела. А вы уже, наш человек, почему? Вы написали как? Думаю, повлиял яблониапорт, растущий в двух ветрах от Антоновки. У вас, как у меня, крышу снесло? А? Людмила Николаевича? Ну, я думаю. Ведь это же антинаука. Как вы могли такое написать? Это же антинаука. Вот. Ага. А. Ну, ладно, а мне приятно. Всё-таки это не такой вариант. Годится хотя бы как гипотеза. Антоновка покраснела, потому что рядом растёт яблониапорт. Здорово. Не буду это. Я вас пожирил за то, что вы всё лето держали абрикосы в горшках и не закопали горшки. Так? Не закопали. И они выглядят довольно бледно. Это я напоминаю, о чём шла речь. Теперь дальше быстрее, быстрее, быстрее. Алыча у вас есть. А, практически не плодоносит. Зря я вас это... А, вы её стригли 7 лет. Ну, ещё бы после этого. Конечно, как и что плоды. Вот. Наконец, мы дошли до сути. Итак, вы купили саженцы в фирме. Название её помните? Да, Тахвасет. Фирма Тахвасет. Это семейная фирма, которая обеспечивает всю Финляндию. Теперь идёт на экспорт саженцы в Россию и в Швецию. А теперь смотрите, что получается. Я покажу. Вы писали мне свежие фотографии. Явно этой фирмы. Но то, что вы купили раньше, саженец, на котором снизу он оброс ветками, которое не положено по современным понятиям, идиотским, кстати, современным, их этих веток и не должно быть. И финны пошли. Я их зря. Я вначале думал, ну вот финны нас обошли, и они такие молодцы. Но когда я увидел их, потом ниже покажу, саженцы, которые имеют почти метр штамп, в том числе и ваш саженец, мне стало нехорошо. Дальше говорите вы. Вот передаваю фотографию. Она бросалась снизу, по железу. Да, я не подходила два года. А вы знали, что уже нельзя? И я не подходила два года к этим саженцам и смотрела, что с ними будет. И я увидела, что именно на грушах здорово. Нет, все, и яблони тоже стали давать побеги снизу. Это можно потом весной показать. Будет очень такая яркая фотография. И я увидела, что она стала обрастать активно. То есть год она, эта груша, она вообще молчала, думала, что будет. И в этом году стала активно обрастать ветками снизу. То есть переболела? Переболела. Да, она переболела. Вот именно они все переболели и кинулись теперь расти ветки снизу, начиная, ну, наверное, сантиметров 15-20. А одна груша, вот интересно, я тоже вас спрашивала тогда, она стала обрастать ветками ниже прививки. Но я ее тоже не трогала, потому что им нужен все-таки баланс, как ствола, дерево самого и корневой системы. И я подумала так, что, ну, если ей это надо, пусть растет. То есть я не тронула даже это то, что не стала обрезать, делать обрезку вот этих веток нижней. Сами решили или уже знали меня? Сама решила, ну, я решила сама не делать, но я решила и вам, я вас спросила, я вам написала, что мне делать с ними. Ну, решила, что я не буду трогать, они мне не мешают. Вот так. Ну, посмотрю. Правильно это или нет, я не знаю. Нет, так, не знаю. Я в таких случаях говорю, руки обрез... Вы обрежете ветки, а я приеду, возьму ваш же секатор, ваши руки же и обрежу. Ну, да, секатором... Ну, секатор это вообще очень такой опасный инструмент, как я поняла. И обрезка по железу должна быть только всего один раз. И в молодом возрасте, когда мы сажаем на постоянное место, да, и, ну, как бы, не боясь этой обрезки. И как я поняла, что тогда дерево приобретает у нас больше, может быть, даже кустовую форму. Главное, оно меньше будет болеть, даже обрезанное, потому что тогда ему хватит соков. Вот смотрите. Я дошел вот до чего. Вы мне прислали фотографию, текст. Яблони из Финляндии, первая часть. Усилился интерес садоводов, видимо, это рекламная, к финским саженцам, так? Вот. Поэтому вот он рассказ про саженцы из Финляндии. Следует сказать, выбор пустощиков упал на Финляндию. Належащий к Санкт-Петербургу северный сад с хорошо развиванием сельскохозяйством. Растения, прошедшие отбор жестких условий скандинавского климата, прекрасно подходят, по идее, да, рядом, в районе Семера Запада, Ленинградской области. Качество подставляем материалы. Вот тут начинаются мои эти самые недоверия. Финские питомники, это семейные фирмы, да, десятилетия, передают опыт поколению с поколением, гордятся. Вот, но потом будет и холодный душ. Теперь, следует отметить, что в финских питомниках с хваленными педагогическими немцами исполняются договора, не бывает пересудиваться. Это, наверное, плюс. Вот тут я им, наверное, поверю. Вот. Финский питомник. Вот название я не смогу прочитать. Ну-ка вы громко скажите. Тахвосет. Ага, да. Тахвосет. Да, Тахвосет. Огромный. И может удалить любые запросы. Вот. Теперь про него, но это все реклама. Тут, правда, мелкие я не смогу прочитать. А теперь самое главное. Я вначале видел вот эту фотографию. Там у меня мужчина стоит спиной в розовой или там красной рубашке. И я вижу саженца высотой 2,5 метра. Так. Огромные. Да. Вот. Но здесь было плохо видно, есть ли штамба или нет. Вот. Вы уже знаете, что железо противник штамбов в принципе. В принципе. Потому что это страшная ошибка. Это я считаю. Ваши саженцы сколько? Два года болели? Да. Два года. Два года. Высота штамба какая была? Ну, высота штамба, я говорю, я измеряла, и у меня даже есть где-то фотографии, 60 сантиметров это минимум. И около метра это максимум. Вот я нашел фотографию. Молодой парень занимается саженцем, у которого штамб выше его пупка. То есть метр практически. Да. Вот. Это очень-очень плохо. Не зря они у вас снизу начали обрастать. Еще раз покажу, как обрастают. Вот. Я вам скажу, вам повезло, что он не погиб. Спасибо на этом. Вот. Он долго болел. У него внутри, поверьте, уже мертвичина в это. У него уже в центральном проводнике. Уже, если сделать поперечный разрез, вы бы с удивлением увидели, что там уже черное... Ну, в общем, сердцевена уже черная. Просто об этом знает, например, я, потому что я садовый патологоанатом. А обычно никто туда не заглядывает, не режет. Вот сейчас еще раз покажу его этот. Вот он. Вот там, где рядом стоит линейка. Он прекрасный обраст снизу. Именно эти ветки станут потом основой всего дерева. Верхние у вас могут отмерзнуть или просто отсохнуть. Здесь, правда, не видно верхушки. Как себе верхушка этого саженца, который с линейкой сфотографирует, как она себя чувствует? Нормально? Растет вверх или замерла? Вы знаете, она как раз замерла. А, ну, я так и знаю. Она замерла, а вот снизу, видно, вот... А вот снизу есть суждено раститель. В общем, так. Фином двойка. Совершенно для меня этот саженец, который вам продали, я уже сразу вижу, калеки. А вы мне взяли... А почему я еще так смело говорю? Это мое право, я патологоанатом. Сейчас я вам покажу, знаете что? Я покажу ваш саженец. Вот они ваши. Итак, вот эта фирма. Значит, здесь чем она интересна? Это продается, я понял, у вас внутри Финляндии. Цена 3 евро. Так, где она сейчас? Нет. А, 30 евро. 30 евро, да. 29,95. Ну, в общем-то, они не зря так делают. 29,95. Это меньше, чем 30. Это, так сказать, психологический шаг. Это правда, да? Так же, как у нас, когда говорят, стоимость чего-то 99,999 рублей. Вот это вот пытаются нас додурить. Так и тут. Молодцы финны. Ну, вот это 30 евро, переводим, 2400, так примерно? Да. Вот. Это внутри Финляндии, внутри финская. А у нас, а куда же там делась-то фотография, где этот, с ценой уже в России? 35,8. Да, там 35,8. А у меня почему-то нет этого, вернее, есть, но в другом месте было. Так, ладно. Я сейчас нашел эту первую фотографию, которую я нашел. Так. Сейчас самое главное. Меня интересует только качество саженца. Все. Вот, вы прислали мне саженца фирмы Тахвусет. Тахвусет. Да, Тахвусет. Вот, смотрим. Вот. Это крупно. Это тут плохо видно, чем. Я вижу, вы фотографии делали с кино. Прямо с экрана. Да, я делала с экрана. Вот. И что я вижу? В общем, для меня это калеки. Ну, извините, я предвзятость такая. Я же теперь знаю одно. Мои саженцы и саженцы Сергея не только лучше, а в России. Но еще и в России это еще. Может быть, вообще это в вашем общем рынке. Может быть. Я не думаю, что в Италии или там лучше, или где-нибудь в Англии. Так. Но это я имею право ерничать. Потому что штамп – это страшный недостаток саженцев. Это та же болезнь, общепринятая болезнь, оказывается по всему миру. Не только. Почему? Да они же нам привозят с Италии. И опять подло эти штампы. Вот что творится. Это значит, получается, мировая проблема. Мне надо уже весь мир переучивать. Ладно, еще открываю ваше следующее письмо. Так. Вот. Мне бы найти бы получше эту. Так. Ну, здесь видео по финской фирме, но не смог ее открыть. И не будем открывать. Ладно. Мне надо отправка саженцев заказчику. Вот две фотографии. Смотрится. А ну, мы их уже видели. Это вы вторично прислали. В общем, что получается? Получается, на данный момент мне надо... Вот представим себе, вы пожили в Финляндии. У вас там сад. А теперь представим себе, что ваша лучшая подруга или кто-то еще живет по России. В Петербурге саженцы этой фирмы стоят 3, 5 и 8 тысяч рублей. В зависимости от чего-то. Вы бы посоветовали сейчас купить эти саженцы? А если купить, то что дальше? Что с ними делать? Нет, я уже... Вы знаете, я уже два года, я вот после того, как познакомилась с Железовым, я вообще охладела. Я перестала раньше. Я так ездила все время вот на этот рынок, в эти магазины и все смотрела. Мне хотелось купить то, все, пятое, десятое. Но результаты, как говорится, плачевные. И я поняла, что нужно просто... А так как я не могу купить саженец из России, не могу купить саженец из России, то я решила, что мне уже тогда лучше выращивать хотя бы из семян саженцы свои. А подруге я бы посоветовала только саженцы Сергея Железова или семена от Валерия Константиновича. Это действительно... Это вот так. Это вот так. Что же получается? Получается полное разочарование. Я вначале относился к финнам, извините, с легким презрением, зная, что это... Видя их цены страшные, так... Вот, зная, что, в принципе, районированные они практически районированные, но сильно огромные. Они не просто крупные, они огромные. Такие саженцы пересаживать нельзя. Да, Валерий Константинович, у меня вопрос, что делать, если вот люди купили такие огромные саженцы? Вот, я и подможу к этому. В общем, надо любой ценой умудриться срезать. Это полкроны, это самое малое, уже есть шанс на нормальную жизнь. Ваши, они были у вас меньше, чем вот эти огромные, которые вот передо мной на экране. Стоит мужчина спиной, так, горшки где-то примерно 7-8 литровые. Для такого саженца, а я-то выращивал в 11-литровых, у меня опыт есть, для этого саженца нужно примерно 30-литровые, это самое малое. Они еще экономят на земле, на этих, они же еще на деньгах экономят. Чем меньше горшок, тем дешевле. И вот, а это, по моим взглядам, как получилось? Не могли продать двумя годами раньше, дальше растили, снова растили. И, наконец, они достигли огромного роста, несовместимого с корневой системой. Это кажется, что у вас в горшке все нормально, там все корни целы, чушь собачья. Здесь, на этих саженцах, которые я вижу, нужно отрезать примерно. Я попробую увеличить, удлинить сейчас. Так, 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 мне надо найти эту фотографию, она у меня тут есть. Сейчас, 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 сейчас. Где-то она у меня есть. Я хочу увеличить, чтобы показать, где надо резать. Вот она, эта фотография уже у меня, а здесь я могу нажать на плюсик и увеличить. А, можно вот эту использовать фотографию. Мы же не просто снимаем, мы хотим сделать россиянам, принести пользу. Вот он этим, я не знаю, что он там, подвязывает, может, бирочку подвязывает. И вот у него, получается, вот этот саженец, он, допустим, вот это первый год, вот где его руки. Люди же видят, экраны видят. Да, да. Поэтому они поймут, о чём речь идёт, так. Вот. А, и вот там, где от рук ещё 15 сантиметров, я показываю курсором. Я ещё крупнее сделаю, ещё. Это очень важно. Вот. И ещё крупнее сделаю, и ещё. Вот так вот. И вот теперь я показываю, потом всё крупнее видно теперь. Вот здесь нужно отрезать. Независимо от того, что будет потом. Умрёт, не умрёт. Потому что есть ещё другие причины, по которым они не живут ни черта у нас. Вспомните, там, не знаю, с Питером построен на болоте. Это классическая фраза из Петра Первого. Так, нет? Да. Питер построен на болоте. Там сколько мест, где до воды? Помните, этот дядя Ваня, который со злобой пару этих нескольких фильмов снял. Считаю, что я виноват, хотя у него до воды, его слова, было 70, а нет, 78 сантиметров. И вот для саженцев ещё специальный гнойник сделал. Гнойник. Ну, это долгий разговор отдельный. Вот. А потом нашёл человека, которому нужно было, чтобы он был виноват. И вот, получается, есть причина, почему ещё плохо они будут расти. Но максимальный шанс, если вот там, где я показываю курсоры, вот так вожу поперёк, право-влево, если вот здесь отрезать. Но если взять тысячу питерцев, которые не знают ни вас, ни меня, вы приятные исключения, хоть и за границей живёте. Одна из тысяч. А остальные 999 никогда не обрежутся, они это просто не знают. И у них шансы минимальные. Вот что беда. Вот на этом показал, где резать. Это самое главное, что надо делать. Так. И вот следующий, этот самый. Вот он. Нет, не здесь. Потом ещё там текст почитаем, мне интересно. Ага. Вот эти саженцы, которые, ладно. Ага. Вот человек, который стоит спиной, и перед ним саженцы. Ростом 3 метра. Вот они. Видно прекрасно. Вот. Их надо оставлять 1 метр. А если оставить метр, там голыш там. Понимаете? Значит, получается. Допустим, штамп высотой 1 метр. А вот штамп тоже растёт. Он может быть годом раньше 8 сантиметров. Год прошёл уже метр. И вот накидываем ещё 20-30 сантиметров кустором пока. Всё остальное отрезается без всякой пощады. Абсолютно без всякой пощады. Знаете, Людмила, это тоже к делу относится. Я смотрел фильм про великого Мичурина. И хотя этот фильм был художественный, он фактически был документальный. Да, артист играл Мичурина. Но всё остальное делали как было. Выкапывали огромные яблони. И видно было, что корни были не очень-то длинные. И вот это огромное яблони, которое примерно 5-8-летнее, переносили с голыми корнями, естественно, их количественными, само собой, и садили без всякой обрезки. То есть какой бы ни был Великий Мичурина, я был уверен, что и он так делал. Потому что в то время понятия обрезки кроны, балансировка с корнями тогда не было. И вот сейчас, получается, благодаря вам, мы сделали фильм, который должен помочь нашим людям. Нашим. Вот смотрите, Людмила, сдвиг какой. Просмотров, допустим, мало на Ютубе. Ну, что у меня там около 10 тысяч подписчиков. Вот. А не каждый смотрит. Вот. А дело в том, что сейчас эти фильмы, у меня праздник на душе, уже несколько месяцев как стали попадать в Яндекс. И там отдельные фильмы имеют уже десятки тысяч просмотров, а некоторые уже сотни тысяч. И вот наш шанс, что пройдет год, два, три, и этот фильм увидят уже такое количество людей, а потом расскажут другим, и, может быть, все-таки ваш пример станет для людей, ну, очень-очень полезным. Я выражаю благодарность за участие в этом фильме. Вы еще сомневались, надо ли, а то ли мы скажем. И вот теперь, когда осталось 7 минут, я вас прошу, вот я замолкаю, я направлял разговор, а вы говорите все, что вам вредит в голову. Вы знаете, вот еще эта фирма, она предлагает 9 наименований, она выращивает на карликовых и полукарликовых подвоях. Ой-ой-ой, та же болезнь. Как это хорошо или плохо? Очень плохо, смертельно для нас. Да, карликовые подвои хороши именно в Лироадском области, где близко к крутой воде. Но это надо заранее знать, надо выкопать колодец, надо убедиться, а колодец это еще не факт. Вот здесь колодца как два метра, это уже опасно. Садить надо уже на карликовых подвоях, да? А он человек не знает, что это всего лишь подземная, настолько там вода расположена на разных горизонтах, что в другом месте можно вырастить нормальные деревья, а не карликовые. Карликовые деревья это плохо, это уроды. Вот. Но единственное, вы не зря хорошо вопрос задали. Есть такое понятие, как карликовые подвои, так, на них садится уже дерево, низкорослое, специально уже есть форма низкорослая, они вырастают так, что вы можете не вставая на цыпочки возрослого дерева собирать плоды, но у них короткий век, они падают от любого ветра, их надо тогда на столбы привязывать. Ну вот как делают, я не раз показывал, видели, но я показывал чужой опыт, это опыт промышленных садов. А наша задача, это сеянцевые деревья, вы же не зря у меня семена выписали. Да. Сеянцевые, если у вас, вот сколько у вас до воды, ну-ка вспоминайте. Ну, до воды у меня все-таки далеко, у меня есть низина, за баней низина, и там вырыли пруд, сделали пруд. А небольшой уклон есть, 10, 10, наверное, градусов, 5-10 градусов, поэтому вот в низине у меня ничего там и не растет. А все далеко у меня, до воды далеко. Сколько далеко? Хоть примерно. Хоть примерно? Ну, я не знаю, метр это, я даже не знаю, на глубину на метр я никогда ничего не копала. Ага. Тогда, если рядом низина, если у вас 2-3 метра, абрикосы могут мои у вас умереть. Ну, понятно, надо поднимать землю, хотя бы с помощью привозной, хотя бы на полметра. Ну, вы меня уже немножко испортили настроение. Пройдет год, и у вас абрикосы эти, корни намокнут, гниют, и вы скажете, эх, зря железом связалась. Вот. А эти молодцы, если... Вы знаете, вот... Давайте, говорите. Нет. Я на самом высоком месте посажу, и я сделаю, во-первых, холм, увеличу вот эту высоту. Нет, я думаю, что будет все хорошо, потому что вишня растет, яблони растет, сливы растут. А это вот вишни, сливы, яблони, они как раз-то предназначены для сырых мест с близкими к грудной водами. А эти самые, ну, еще ващественные вишни. А абрикосы и груши, они там необычно не идут. Я поднял, взял первую фотографию, и так читаем. Значит, абрикос Амур, абрикос Артем, абрикос... Вот самое высокое место для них. Так. Пошли сливы. Вот эти сливы, они уже не так боятся, у них корни более компактные. Ну, два метра до воды уже расти будут. Так. Вишни не боятся. Теперь, яблони сеянцевые, они когда вас дадут отводки, вот они-то как раз будут для этих мест. Вот. Вот. Ну, пожалуй, все. Сейчас заканчивается наш разговор, потому что через две минуты отключится все. Значит, хорошо, что мы затронули тему близких друнтовых вод. Хорошо, что финны, может, не случайно на карликах подвоях, садятся, там везде такие места, что кругом вода, что можно пруд выкопать. Вот. Поэтому хорошо, что у вас склон есть. Значит, самое высокое место. Плюс еще привозная земля. Хорошо бы на пол, савосвала, на посадочное место, на холм. Только не крутой холм, а пологий, но большой, но высокий. Хорошо. Но широкий, но высокий, но широкий. Вот. Хорошо. И, пожалуй, мы этот вопрос разобрали еще полторы минуты, говорите, две с половиной. Две с половиной минуты. Ну, о ценах. Цены, конечно, Финляндия. Я хочу сказать, например, цены Финляндии на яблоки, которые выращивают, финны выращивают свои, у них килограмм стоит 4 евро, 3,54. А, минутку, 3 евро. 3,4, 3,5-4 евро грушек конференц, которые финны выращивают. Это сколько в рублях? Яблоки и груши, которые к нам приходят из-за границы, можно купить за 90 центов, а бывает даже за 60. То есть, вот здесь цены, вот у нас, конечно, все очень по-разному, и послать посылку, предположим, в Питер стоит 27,50, 27 евро, 50 центов. То же самое в Германию, понимаете? Цены, конечно, разные, поэтому мы не можем сравнивать финские и российские цены. Все тут немножко по-разному. Я хочу сказать, что раз снова про цены, 3, 5 и 8 тысяч рублей, которые в каталоге указаны, уже в Питере эти саженцы, так, они будут оправданы, потому что время заканчиваются, я самое главное говорю, эти, человек, которые 5-8 тысяч отдаст за саженец, все прекрасно, в горшке посадят, только при одном условии, если он отрежет 2 трети кроны, если он этого не сделает. Хорошо бы, если бы эта фирма русская, она прямо предупреждала, вот посадить, посадили и сразу отрезали. Нет, тогда по ней дураки, потому что им проще было бы вообще не делать штамп, штамп искусственный, видно же, искусственный, там все искалечно, там отрезаны ветки, его иначе не создашь. Это одна из страшных заблуждений всей мировой садоводческой науки и производства, вот эти вот самые, искусственные штампы. Так что мы не зря с вами устроили это все, все пошла последняя минута, давайте прощаться, я надеюсь не навсегда. Смотрите, придет время, придет весна, что-то взойдет, не взойдет, расскажем всем, на вашем примере. Придет осень, что-то заплодоносит, что-то, извините, погибнет, все бывает. Вот. Вспомните зайцев, которые искалечили ваш сад. То же самое, но я не буду вас учить зайцев петли делать, как-то у меня не это. Все, время наше истекло. Люда, спасибо большое. Вот. Что значит наш человек? Дарья Константиновна. Всего вам доброго. Здоровья всем. До свидания. Ой, до свидания. Жаль даже расставаться. Ну, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok